Привет, ребята! И мы начинаем! Нет, с вами, как всегда, давай я тебя обучу. С вами, как всегда, Алексей и Денис. И мы начинаем. И самое популярное пивное шоу в лесу. В лесу. Почему в лесу? На карельском перешейке. Теория большого пива. Ребята, сегодняшний выпуск, я почему-то меня прям бомбанул. Многие начали писать, типа, Лех, очень много крафта, давайте отойдем немножко, что-то больше из масс-маркета, то, что можно купить. И сегодня это пиво Хофбрау. Пивоварня, но это... Хофброй. Хофброй. Многие его называют. Как правильно, мы не знаем. Мы не немцы. Я буду называть Хофбрау, не знаю, мне так как-то приятнее. Мюнхен. Это, по сути, пивоварня а-ля ресторан. Правильно? Ну, это самый известный ресторан в мире, пожалуй, пивной. В котором... Что? В котором... Трехэтажный, если меня память не отбивает. Мы как-то, по-моему, даже чуть-чуть, по-моему, на стриме говорили о нем. Где-то, по-моему, был у нас с тобой разговор там. Ну, в Мюнхене и в мире это, пожалуй, я вот известнее ресторана не знаю пивного. Ну, реально не знаю. Потому что он там работает с каких-то времен, когда рыцари еще, грубо говоря, бегали. Там 1600, по-моему, седьмой год, год основания. Правда, тогда не пускали простой народ в то время, но там лет через 200-300 там все устаканилось. Начали простой народ пускать, да. В общем, ресторан с богатейшей, на самом деле, историей. Там много чего интересного можно было бы... Там, по-моему, и Гитлер был, и Ленин был. Кого там только не было. И Моцарт был. Ну, не одновременно, естественно. Ну, кстати, Ленин с Гитлером примерно в одно и то же время находились в Мюнхене. И поэтому вполне вероятно, что они в этом ресторане пересекались. Потому что Ленин в то время как раз Искру выпускал в Мюнхене, Гитлер частенько бывал в Хоффброе, по воспоминаниям. Соответственно, они вполне могли бы пересечься, даже не зная друг о друге. Но это в какой-то мере культовое место получается. С довольно большой историей. У них есть пиво. Мы взяли три наши. Я думаю, что их, скорее всего, больше, конечно же. Я думаю, что разновидностей 10 или более. Но то, что продается в масс-маркете, скажем так, да, это окей. В пятерочке какое-то время они продавались. Мне почему-то вообще вначале показалось, что это написано НВ Наталье Валентиновне. Как наш оператор, да, например. А что сегодня у нас есть? Это Вайса. Классическая пшеничка. Кстати, НВ. То, что Крупская иронизировала, которая в то время была вместе с Лениным, что они эту НВ, эмблемку, переводили, ну, типа, не немецкие, а русские буквы, как Народная Воля. То есть это эсерская организация. Ох уж они красавцы. Ох уж, конечно, шутили. Минутка истории на ТВП. Да, это супер. Надя и Володя. Ну да, в принципе, Надя и Володя. Да, да, да. Но у них там именно Народная Воля была. Итак, у нас сегодня есть оригинальное пиво. Ну, типа, оригинальное, видимо, какое-то совсем-совсем классическое. Далее у нас идет, я так понимаю, что темная пшеничка. Для меня это опять Шварц. Для меня это нонсенс. Скажу тебе честно, я не видел, что пшеничка была темная. Я вот, я начинаю вспоминать, я точно пробовал вот это пиво, точно не пробовал вот это вот. Вот, насчет этого не помню. А это Мюнхен Вайс, то есть это мюнхенская пшеничка, если я правильно понимаю. Ну, а тогда это что? А, это оригинальный, наверное, лагерь, скорее всего, да, какой-то? Нет, это все должно быть пшеничное. Почему? А почему, если это оригинальное? Ну, оно даже по цвету не похоже на пшеничное пиво, Денис. Если здесь еще хотя бы можно как-то вот что-то представить, здесь нет. А на этикетке, скорее всего, нарисован как раз тот самый... А, нет, это да, это... Ну, я бы сказал, что это лагерь. По хотя бы виду даже. Солд ячменный только. А что касается данного ресторана... Просто я, честно говоря, думал, я тебя перебью, что... Это к слову о том, что я его всегда перебиваю. Броу, я думал, это все пшеничка должна делать. Вот что, если это германия... У них история, эта вся начиналась с того, что очередной король, этот немецкий, сказал, что никто, кроме него, пшеничку варить не может. Монополизировал это все, естественно, сварил рекордное количество пшенички. Хорошо, кстати, быть пивоваром-королем, да? Я могу варить пшеничку, а вы халопье. Сам херачишь под свои вкусы. Да, все нормально. Я думал, честно говоря, что у них все сорта должны быть пшеничные. Это логично, что не может быть такое, что у них было бы только пшеничное пиво. Не, ну есть же пивоварни немецкие, которые только пшеничкой занимаются. Вот только пшеничкой, и все. Братан, у них ресторан, и как бы там под все вкусы должны, наверное, быть. Интересно, если вдруг, ребят, кто-то был в нем, отпишите, пожалуйста, сколько пива стоит там, просто интересно. У нас каждая бутылка обошлась в 165 рублей. Дорого это или нет? Решать вам. Решать только вам. Заезженная фраза, не люблю вот эти, знаешь, это как пердешь в воду. Дорого это или нет? Решать вам. Так это нормально. Ну это какая-то заезженная какая-то история. Вот для тебя это дорого? Да нет, я имею ввиду вот расхожесть этой фразы, заезженность. Решать вам. Ладно, хорошо. Видите, Дениску сегодня что-то понесло. Давай, у нас вначале идет оригинал, правильно? Хотелось бы узнать что-то по показателям. Ты сейчас нальешь, наверное, пиво и... Ну там 5,1 везде алкоголя. Слушайте, ну у них должен быть огромный завод. А плотность не написано. Слушай, явно же они это не в ресторане делают это пиво. На этикетке, кстати, нарисованы именно рестораны. Я уже об этом говорил. Это к слову о том, что я тебя не слушаю. Давай, начинай. 11,7 плотность. 11,7? Да. Ну что же у нас там за мюнхенский лагерь-то, скорее всего, да? Соломенный такой приятный цвет. Да, классический. Оригинальный, я бы сказал. Да, запах вообще не придраться. Лагерь, лагерь. Отличный запах, на самом деле. Евролагерь, да. Отличный хороший запах. Чуть-чуть водянистый, но именно вот вкусно пахнет. Слушай, прикольно. Но это, конечно, не прям такой эталонный, наверное, я бы сказал даже. У меня сейчас начнут расти под эти штанишки короткие с лямками. Слушай, а он даже... Настолько это немецкий вкусно. А он же даже при... Он же даже как пил... У меня сейчас тирольская шляпа с пером вырастет, блядь. Тебе не кажется, что... Ну правда, но это правда. Это настолько классический вот немец, что вот это... Это в палату меры весов можно вот так вот класть. Это сферический немец в вакууме. Как это еще назвать? Единственное, может быть, слегка горчит больше, чем классический. Вообще это вот... Как мне даже немножко напилс, нам напоминает. Нет. Ничего не докопаться, ничего не сказать. Вкусно, хорошо, вымеренно. Немецкая, короче, классика, да, в какой-то мере. Немцы же любят расчетливо все делать. Ну да, все кроме BMW. Что ж ты за человек-то такой, а? А что ты докопался до BMW? Ну вот машина ездит, все в порядке, что ты гонишь. Ну не нравится мне эта марка. Только BMW? Нет, мне много чего не нравится, на самом деле. Мерседес, нравится тебе? Ну почему-то большинство неадеквата ездят именно на BMW, не на Мерседесе. Ты сейчас на меня намекаешь, надеюсь? Ну ты знаешь, как я вожу, я вожу очень аккуратно. Ну бывают исключения, но это же подтверждает общие правила. Слушай, знаешь, какие пидоры на Шкодах ездят иногда, это же ужас, но ты подтверждаешь, что не все пидоры на Шкоде. Ответочка небольшая. Я не знаю, о чем здесь говорить, это действительно круто. 170 рублей, норм. Хорошее пиво, солод чувствуется, да? То есть многие пишут, пацаны, вы вообще уже обленились, вы даже нам вкус не описываете. А что здесь описывать? Давайте мы сейчас скажем заезженные фразы. Здесь отдают солодам, здесь есть хмель. Ну, я понимаю, что может быть люди случайно наткнулись на этот ролик и хотят более подробную информацию. Но если подробную информацию говорить, это эталонный лагер, все, евролагер. Ничего другого тут не скажешь. С точной географической привязкой Мюнхен. Отлично. Я бы такой, знаешь, колбасок поел бы, рульку бы сожрал бы, вообще с удовольствием. Вот если говорить о еде, это классно. Это вкусно, это пить можно. Я бы такой, конечно... Если после Вятича хочется плакать и блевать, то здесь хочется что-нибудь съесть. Хочется действительно заесть. Вятич что-то у нас походу сделает, как этот знамя какой-то пойдет теперь с нами. Ты знаешь, 9, честно. Для лагера... Честно, 9. Хороший, отличный, немецкий. Я вот с удовольствием допил, честно. Вот прям с удовольствием, с удовольствием. Приятно пить вкусное пиво, хочу ты сказать, Денис. Давай темное напоследок оставим. И попробуем пшенованное пиво. Ты сороку спугнул. Черт. Ну ладно. А, прикинь, Натах, помнишь ролик, Наташ, где шашлыки мы делали? Этот, голубка прилетела. Это не голубь. Люди написали, кто ее нашел. Это птица какая-то... Я сейчас не вспомню. Мы так духовы. И сказали, что это не голубка, а мужик. Потому что... Да, потому что они призывают этим. Тебя смотрят не кулинары, а орнитологи. Да, братан, я тебе клянусь. А он тебя призывал. Ну, я по птицам-то как бы не очень. А по кому ты очень? Вот это вот не очень. Хороший жест был сейчас. Я по девушкам. По красивым, хорошим девушкам. Я знаю, почему тут заезженное мнение, знаешь, такое есть. Когда человек выпивает, то девушка становится красивее, что ли. Почему так считается? Типа ты уже пьяный такой, да, уже и пофиг у кого. Или как это происходит, как ты думаешь? У тебя тормозные центры перестают работать. Ну, это реально рабочая схема, как думаешь? Абсолютно. Да? Я вот не замечал, у меня всегда все красивые. Может, я всегда пьяный? Мало, да, мало водки, это точно. Цвет. Ну, что? Это, конечно же, не Балтика 8 по цвету. Запах, ну, блин, здесь опять, ну, куда здесь придерешься? Опять же, сука, давай вспомним. Витя, ребята, у нас первый выпуск был вятич, и приходится все как-то что-то сравнивать. Восвращаться. Да, ну вот, господа, вот из вятича, ну, купите его вот это. У вас была пшеничка. Сука, ну, попробуйте вот это вот. Это дороже всего лишь в два раза, да, дороже? И именно сейчас всего лишь в два раза это огромное значение. А, гигантское. Потому что разница во вкусе не в разы, а на порядке. Не сопоставимо с той разницей в цене. Это надо возводить в степень, чтобы поймать, насколько там пропасть проходит. Вот он запах, да, Денис? Классическая охеренная пшеничка. Шикарно. Банан, цитрус, все, что нужно. Я просто, я могу сказать, что вау. Банан дай нам. Просто вау. Да, это на голову лучше, чем то, что мы до этого даже пили. Вятича? Нет, вот этого лагера. А, ну, не надо сравнивать, это разное же все. Они все-таки должны специализироваться именно на пшеничке. Это очень вкусно. Ну, это бананово даже. Но, Денис, честно, для меня вот эта пшеничка, как пшеничка, это 10. Это прям, ну, отлично. Это уровень. Это отлично. Пиво, которое мы в баре пили и снимали, как оно называлось? Виттопорель. Да. Но это немножко другое. Там все-таки больше бланш был, нежели чем... Ну, бланш, согласитесь, это немножко другое. Это, опять же, классическое пшеничное охуенное пиво. И вот, вы знаете, вот все есть. И банан в запахе, и банан в привкусе, и... И банан в ухе. И банан в ухе. И плотность-то полностью чувствуется. Ну, классно пацаны делают. Но не зря они... С 1600 года. Да, бабахают. Офигенно. И вот интересно, а вот меняется рецептура за... Посмотри, сколько лет прошло. Это же, блядь, 400 лет прошло. Да, рецептура-то, может, не меняется, но штаммы дрожжей тех же самых наверняка уже сменились несколько раз. Ну, мы с тобой говорили, что и вода, в принципе, зависит, что какая-никакая. Воду они наверняка берут в одном и том же месте. То есть, вот это вот навряд ли что-то изменилось. Солод стал другой, естественно, все-таки. Сколько время-то прошло. Ну да. Ну, прикольно. Вот это, опять же, эталонно, да? Солод. Пшеница. Эталонно опять вот, да? Опять попадание стопроцентное в стиль, попадание по вкусу, попадание по ароматике, опять же, отличный. Может быть, немножко пенки больше хотелось бы, но я думаю, что если бы я наливал как бы нормально, я наливаю все время аккуратно, чтобы не было пены. А вот, ну да, да, вот оно как бы адекватное. Вообще вопросов нет. Денег своих стоит. Ребята, я серьезно, если вы любите пшеничное пиво, попробуйте. Это вот прям вот единственное, чего, пожалуй, не хватило, это немножко градусности, да? Вот чуть-чуть похолоднее бы она была. Градусности в смысле температуры. Да, 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 естественно, температуры. То есть, если бы она была градусов 5, это было бы идеально. Она бы была прям вот такая, знаешь, когда бокал немножко запотевший, ты берешь, и вот прям вот сейчас жарко на улице, сейчас бы вот прям залпом можно было выпить. Вот. Но даже вот при той температуре, которую оно сейчас, это пить очень вкусно. Прям вот взрыв, взрыв в запахе, взрыв во вкусе. Очень круто. Пшено хорошее используется, опять же. Что скажешь? Все сказали, я же сказал. Банан, цитрус, вкус, запах, послевкусие, все отлично. Для пшенички девятка. Я вот не совсем помню, напомни, пожалуйста. Мы же делали, в принципе, обзоры на достаточно большое количество пшеничного пьела в том году. Может быть, мы ее возвратим, эту. Знаешь, с чем это надо сравнивать? Надо будет купить и сравнить это с Ауингером. Которые вообще спецы в пшеничке. Да. Я его причем видел, но не пробовал. Это, кстати, по-моему, любимое пиво Никита. Где только его... Везде его берет почему-то в барах его берет. Я вот по Инстаграму вот так понял. Никита Михалков, ты имеешь из-за его? С Берварии, блин. Да, я понял. А я тут... А! У него в Инстаграме же фоточки с этим пивом, точно. Правильно. Я еще думал, у меня такого бокала, кстати, нет. Я очень хотел его спиздить в одном заведении. Но я прикинь, это самый неловкий момент, когда... Знаешь, что может быть самое херовое в твоем хобби? Когда твое хобби палят. Я этот бокал, он действительно очень красивый. Там значок вообще обалденный. Это было зимой. А зимой у меня схема одна. Летом у меня одна схема, как я беру бокалы. Я их, скорее всего, покупаю. Я прошу, можно я, типа, разбил его, я куплю. А зимой у меня по фану хочется именно его забрать. Как трофей. Как трофей украсть. И я взял в куртку. И девушка такая подходит ко мне. Молодой человек, по-моему, у вас стакан в куртке. Застрял. Я такой... Ой, да, вы знаете... И знаешь... Ой! И ничего, и ничего дебильнее, чем вот так... Ой, вы знаете, случайно получилось. Ну, она ржать начала. Я понял, что она, конечно, впалила. Она говорит, у нас просто бокалов этих очень мало. Я такой, ну, что же делать. Ну, и как девка? Кстати, это единственное пиво, у которого переведена вся информация, потому что она вся на немецком. Здесь прямо на этикетке по-русски пишут все. А здесь все на немецком. То есть она может изначально была не предназначена на российский рынок. Это просто договорились в какой-то партии. Ритейл. Что ритейл? Ну, через ритейл просто... Не, я имею в виду, что если это изначально шло, как запланировано на русский рынок... Типа сюда не планировано... Да, да, да. Вот этот вот Шварц, скорее всего, просто какая-то ограниченная партия прилетела. Но оно по стоимости все одинаково было. Дениска, знаешь, чего хочется тебе рассказать? А как ты думаешь, они же не делают это в ресторане? У них же наверняка завод. Представляешь, если они... Бар, скажем так, при пивоварне. То есть ты думаешь, что это здание, которое здесь нарисовано, это и... Ну, изначально у них это так и было. Это как теперешние тапрумы эти. То есть здесь пивоварня, и при ней же разливочный зал. Говорят, что тапрумы очень крутой. Знаешь, где? У АФ Брю. Мы-то общались, когда, помнишь? Так это рядом со мной, кстати. Здесь Степан Разин. Завод. Может, как-нибудь это... Нам бы с Бакуниным договориться. И здесь вот снова со шрифтами поигрались. Не, ну тут уже... Опять же, доказывают то, что докапывание по поводу разных шрифтов, это бред. Но почему нет? Это гармонично смотрится. Это смотрится хорошо. Смотри, кстати. Извините, ребят, на так стекануло немного. Здесь на этикетке... Смотри, я вначале подумал, почему здесь часть окон горит, а здесь нет. А потом понял, что здесь на этикетке у светлого пива здание днём, а у тёмного пива здание ночью с горящими окнами. А здесь днём. Здесь тоже днём. Это скорее вечер, наверное. Вот это вечер, наверное. Это день. Видишь, голубое небо? Нет, да. Мы углубились, что-то не туда. Тебе, братец, понесло. Давай попробуем. Хватит искать 16 отличий. А мне интересно. Я не удивлён, что тебе интересно. Опять один алкоголем? Ага. Здесь кусты есть, а здесь их нет. Всё, Денис, я умоляю. Здесь горшки стоят какие-то, а там нет. Всё, это значит, понесло человека. Сейчас он будет отрывать этикетки, будет клеить себе на жопу. Флаги по-разному расположены. Я умоляю, да, попробуем пиво. Закончим и наконец-то индейку поедим жареную. Кого? Индейку. Я сегодня индейку буду готовить. Себе? Себе. Диабетик? Диетическую. Курику. Да не, я поделюсь с вами, вы что? Нет, у нас курочка есть. Ну, я просто тоже хочу курочку уже поесть, поэтому поделюсь с вами индейкой. Как-то нечего мне, честно говоря, сказать. Нет. Давай с тобой вспомним тёмное пиво. Ну, это, видишь, надо попробовать. Не, ну пшеничкой-то пахнет немножко. Ты уж так-то не гони. Не пахнет это пшеничкой. Да, блядь, запах едет. Ну, кому ты рассказываешь? Тебе сейчас, в данный момент. Это пахнет, а вот это нет. Здесь перебивает вот это вот карамельная какая-то составляющая, весь пшеничный запах, честно говоря. Хм, крайне странно. Это не пшеничка. Я первый раз... Нет, от пшенички здесь что-то есть. Но вот эта тёмность, правильно ты говоришь, карамельная жёночка небольшая. А здесь жёночки, правда, совсем почти нет. Карамелька именно. Сладковатая такая, карамельная. Она немножко убивает весь остальной вкус. Это вот опять начинается вот эта вот шварц-история, блин. А может быть, это делается с точки зрения расизма, чтобы не обижать никого, чтобы были и чёрные сорта, и светлые. А почему тогда, если это делается с этой точки зрения, почему тогда все чёрные сорта пива такие дерьмовые? Браво! Денис! У меня такая, у меня как бы вся логика была, но такого я не говорил. Не, ну мне, блядь, по вкусу они не нравятся. Ну вот это неплохо. Это не то, чтобы... Я сейчас лежу в футболке Лансдейл. Такой красавец! Вообще, 5 баллов! Я только сейчас это понял. И, в принципе, стрижен. Это не так плохо, как был, например, Budweiser тёмный. У этого есть вкус. Интересно, ты это вырежешь или нет? Нет, нет, честно, нет. Но это прикольно. Ну и что, что ты в Лансдейл? А то, что ты рыжий. У тебя души нет. Как я это вырежу? Это уже кто-то вырезал. Короче. Нормально, слышишь? Не гони. Только не надо, как говорит твой дед, я твой дед. Я понял. Нет, как говорит один известный видеоблогер. Короче, объясняю. Это кто? Это нихера не... Ну, дружи обломов постоянно вот это вот используют. Ты мне всё время говоришь, я никогда не замечал. Просто я, наверное, не смотрю просто его. Они написали, что это пшеничка чёрная, шварцая. По-моему, это чёрная. Шварцая катца. Чёрный кот. Майнер, майнинт нах, из-за света хойте щён. Их хайсе Алексей. Дэр штуль, дэр штоль, дэр бляйв штифт. Лучше Игоря попроси. Ну, вот сейчас запикивать надо будет. Короче, мы опять куда-то не туда ушли. Вот эта вот чёрная пшеничка, это не пшеничка. Во-первых, это не шварцбир, который вот... Ну, такой настоящий шварцбир, который лагерь. Ничего общего нету. И это точно так же не пшеничка. Потому что от пшенички там тоже ни черта нету. Это какая-то переходная абсолютная история между пшеничкой, где есть какие-то отголоски пшенички. И просто с обычным лагером, с карамельным привкусом и всё. Тебе она не понравилась? Нет, у неё есть свой вкус. Мне очень понравилась. Но мне этот вкус не очень понятен. А мне понравился. Он необычный. Это не то, что мы пили до этого об адвайзер тёмный. У этого есть действительно все качества. Пшеничка. Вот не знаю, Денис, хоть ты меня тряси, я чувствую её. Я нет. Да, карамель немножко перебивает, потому что она выходит на передний план. Но в целом это очень недурственное пиво. Вот чисто для эксперимента я сегодня получил удовольствие, как если бы мы, знаешь, берём там заговор новый, например. Только там заговоры, это, знаешь, это 99% маркетинга красивого. Красивых фоточек в Инстаграме. И такое, знаешь, вот это оживление вокруг темы. Вот чуваки сделали коллаборацию там, например, с Думом. Да, и ты такой, надо попробовать. И идёшь такое. Для тебя это, знаешь, как просмотр фильма. Согласись, какое-то пиво, когда ты пробуешь такое распиаренное. А здесь, по сути, куплено в какой-то, в окей, там, в пятёрочке. Ты ничего особо не ждёшь. И вот от того, что ты ничего не ждёшь и получаешь вот это, я получил какой-то, знаешь, ненавижу это ёбанное слово experience. Но вот какой-то experience сегодня я получил. Нечто новое, нечто интересное и неожидаемое от того, от чего я не ожидал. Ну, тем не менее, ты говоришь неизведанное, неожиданное, новое. Это, блядь, это классическая Бавария, это вот, это Германия. Я просто, Денис, я не фанат немецкого пива. И в этом плане мне не с чем особо сравнить. Но вот это пиво мне очень понравилось. То, что мы сегодня попробовали. Я могу сказать, здесь три попадания 100%. Вот для меня лично. А куда попадание? Ты до этого часто пил Schwarzweiss? Попадание именно под мои вкусовые рецепторы. Нет, то, что рецепторам это нравится, это однозначно да. Да, любое из этого пива я могу пить в формате, там, 5-6 бутылок, легко не напрягаясь. Изи. Особенно, если оно прохладное будет. Даже, что касается этого Schwarz, который для меня вот эти вот темные сорта... А почему? Мне кажется, что ты сейчас сам себя забиваешь. Какими-то, знаешь, типа, я же до этого говорил, что темными лагерами не нравится. Но темная пшеничка, по идее, по сути, мне тоже не должна нравиться. Это как будто сейчас звучит такое, что ты сейчас ищешь оправдание для себя. И не пшеничка. Ну, темная пшеничка... Муха. Темная пшеничка, это и не темная, и не пшеничка. Почему как карамельное пиво... Хорошо, это некая синергия того и того, но почему нет? Синергия. Почему пиво с карамельным приятным вкусом, таким, может, даже немного ореховым послевкусием, землянистым, называется Schwarzweiss, темная пшеничная? Я не чувствую здесь ничего в пшеничке. Ну, может быть, ты не чувствуешь, я почувствовал. Ну, вот я тебе серьезно знаю, может быть... Ну, вот объективно пробовали кто-то уже, нет его? Сейчас, давайте вы попробуйте, чтобы было... Не то, чтобы... Я приказываю, что ты не говоришь о том, что это невкусно. Ты просто говоришь о том, что ты его не понял. Правильно? Но не понял ни с точки зрения того, что оно какое-то там плохое. Ты его просто пытаешь найти какую-то классификацию для себя, куда бы его у себя полочки в голове запихнуть. Да. И ты не можешь найти эту полочку. Так, может быть, нужно просто как бы... Фиг его знает. Ну, они полочку приколотить. Да, братан, но они варят 1600 какого-то года. Я думаю, что вот это не придумано вчера. Я думаю, что это какой-то классический немецкий вкус. Да я уверен, что это классический немецкий стиль темная пшеничка. Хотя Селянкин мне рассказывал, он же ездил на этот, на Октоберфест в этот раз. Ну, он сказал, ну, когда он там, два года или год назад ездил, он сказал, что я, честно говоря, наверное, настолько привык к этим крафту всего, мне показалось, Германия скучной. Ну, в плане пиво-варенья. Конечно, скучно. Оно говорит, ходишь, реально, оно говорит, ходишь, и везде пиздата и вкусная. Ну, типа, знаешь, это как стандарт какой-то, да, что есть вот, например... В пивах есть пиво совершенно, оно одинаковое и здесь, и там, но есть пиво здесь, и есть пиво на отдыхе. Любое пиво на отдыхе, даже зеленая эта херня из Таиланда, будет питься прекрасно на пляже. Чанг, если что, мы сейчас говорим. Чанг. Здесь ты его пить просто не станешь. Я не пробовал. Ну, это как и ром, знаешь, тоже с Ангсом, это тоже. Мы сейчас будем делать обзор на вкусовщину. Ну, что? Ну, ты, короче, тоже не понял. Ну, оставлю его себе, оставлю. Вот это, короче, я, если честно, рекомендую попробовать. Я очень рекомендую, это что-то интересное и новое. Я могу сказать, почему понравилось именно девушке, девочке, женщине. Ну, ты сейчас можешь оскорбить меня. Оно сладковато-карамельное. Бархатисто-сладковато-карамельное. Ну, ты опять сейчас ведешься под тему сексизма какого-то непонятного. Да. Бархатное такое. Блядь, точно. Оно как бархатное. Я бархатное очень люблю. Оно как жигули бархатное. Только единственное, что с пшеничным привкусом. Он сравнивает вот эту и жигули барное. Не, ну, жигули бархатное, очень вкусное пиво. Ты зря так гонишь на него. Мне он нравится очень. Да, жигули и бэхо в принципе, я так люблю. Да какая рая, ребят, ну что вы, жигули делают нормальный пивас. Не гоните, серьезно. Это ты, я боюсь сделать с тобой это взор, потому что я тебя буду хуесосить тогда. Вернее, ты меня будешь, а я буду оправдываться за это пиво. Потому что мне оно нравится. Они действительно делают нормальный масс-маркет, не более того. Вот это правда очень похоже на бархатное пиво. Точно, блин, фига это вот такое красавцы. Я уже накосил походу. Давай подытожить. Все, только что занимались этим. Ладно, серьезно, ребята, если у вас есть желание попробовать вкусное, хорошее, в какой-то мере эталонное пиво, обязательно берите. Я хочу отметить, если вам нравится лагер, вот это прям вышка. То есть, когда вы нас спрашиваете, чтобы не было таких ситуаций, когда люди говорят, ой, вы же нахваливаете IPA, да, я попробовал там Трифон, например, да, это говно ваше IPA. Вот это вот эталон, например, того евролагера, о котором мы всегда с тобой судим, да. К чему мы, скорее всего, равняемся. По поводу пшенички, ну, нареканий вообще нет. Ребята, любите хорошую пшеничку, только охладите ее хорошо, отлично. Третье, Денис Киевит, он не нашел полочку в своем этом, может, мало это, но, да. Я могу сказать, что для меня это было хорошее открытие, я получил должное удовольствие. Это действительно нечто похожее на бархатное с пшеничным привкусом. Отличный, хороший пиво. Немцы красавцы, вопросов нет. Буду в Германии, обязательно попаду в это заведение с Гитлером, с Лениным, с Моцартом. Кстати, интересный фактик, эта пивоварня ни разу не горела, но... Я ждал, когда ты это скажешь. Но ее в 44-м разбомбили дотла. Сука, все равно здесь... То есть она была перестроена несколько раз, в том числе и в 44-м. Все, больше нет, больше нет. Да, Наташа, ты что, сберегила, что ли? Вот откуда у нас столько денег? Может быть, ты начал, ты и закончишь сегодня? Давай в эту мохнатку вношу. Ребята, с вами были, как всегда, Денис. Алексей. И самое популярное шоу «Теория большого пива». Подписывайтесь на наш канал, въебите нормально колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Ну и, разумеется, подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте. Да, и пацаны, спасибо огромное за лайкосы, за комменты. Нам всем очень приятно читать все это дело. Ну, в общем, стараемся что-то пилить годное. Не знаю, получается нет, судить только вам. Пока. Счастливо. Хромаки, откроешься сейчас. Взял стул, сломал. Все хорошо.